На следующей неделе я не объеду, скорее всего, отсюда, 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 допустим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я все равно лекцию проведу, потому что просто можем не успеть. В прошлый раз мы с вами рассмотрели персептон. И я, когда его рассматривали, говорил, что на самом деле модель нейрона, которую мы используем при рассмотрении персептона, не является единственной. Я напомню, что основной особенностью модели у нас было предположение о том, что входы, поступающие на нейрон, суммируются. Ну а выход нейрона, иногда выход обозначается вот так вот. Ну а мы использовали обозначение y и t. Выход нейрона определяется вот этой функцией, и мы с вами рассмотрели функцию самую простую, ступенька. При некотором пороговом значении функция срабатывает, принимая значение единиц, а до этого она будет. Ну и я говорил, что, тем не менее, есть и другие варианты. Варианты, в которых функция эта слегка размазана. При этом я упомянул, что вот такое размазывание, оно в целом не добавляет смысла в том плане, что нельзя приписать значению выхода от нуля до единицы промежуточному какой-то здравый смысл. Ну, главным образом потому, что на самом деле сеть оказывается стабильной, особенно сети с обратными связями, чаще всего, когда все нейроны находятся либо в окрестности нуля, либо в окрестности единицы. Я не хочу сказать, что категорически нельзя, значит, если постараться, можно попытаться и работать на эти цели. Сами мы в свое время экспериментировали в этом направлении, то есть пытаясь придать, скажем, вот этому выходу, ну еще какую-нибудь дополнительную смысловую нагрузку, скажем, в духе нечеткой логики, что это вероятность того, что вот выход на самом деле должен быть равен единице. Но чаще всего с такими проблемами не работают, считают, что выход 0 или 1, сеть Хопфилта, скажем, это математически строго доказано, стабильно имеют устойчивое состояние только когда все нейроны находятся либо в лизе нуля, либо в лизе единицы, а состояние с любым промежуточным значением нестабильно и, грубо говоря, стягивается либо к единице, либо к нулю. Но вот когда у нас функция имеет такой вот размытый вид, это позволяет использовать различного рода дифференциальные алгоритмы для обучения нейробов. По сути дела задача обучения это очень такая почетная в физике, да и не только в физике, задача минимизации функций многих перемен. У нас огромное количество весов, ну у одного нейрона весов, которые нужно подобрать так, чтобы решалась задача классификации объектов, скажем, на два класса, будет столько же, сколько входа у нейрона, а если сеть содержит там ни один нейрон, а больше, то пропорционально, конечно, количество переменных подлежащих оптимизации увеличивается. Ну и возникает резонный вопрос, как эту оптимизацию проводится. Я говорил, что в общем виде мы можем нарисовать вот такую функцию, где у нас сумма идет по всем образам, которые есть в обучающей выборке. Мы берем выход, который получен каждым нейронам для катого образа, берем желаемый выход для катого образа, возводим в квадрат, ну и получаем среднеквадратичную ошибку минимизации, или если хотите, просто функцию невязки. Или функцию качества. Вот именно эта функция, она на самом деле неявно зависит от всех весов связи нейрона со входами. Вот эта функция и минимизируется. Вот для того, чтобы использовать градиентные способы, а градиентные способы это что? Это по большому счету просто нахождение вот таких произведений и движение в соответствии с найденными градиентами в направлении наискорейшего спуска. Так вот, для того, чтобы были использованы такие вот градиентные способы, можно было просто вычислять производные, необходимо, чтобы функция была дифференцирована. Ну и вот для дифференцируемости используются некоторые другие виды функции, не ступенька, а скажем, вот такая функция. Ну, физики ее легко узнают. Знакомы? Да, конечно. При параметру бета можно подбирать различным образом, так, чтобы у меня получалось тот или иной желаемый вид функции. Чем больше бета, тем ближе функция к ступени. Вторая популярная форма функции f от x, это тангенс гиперболический. Бета на x. Бета тоже подбираемый параметр. Если бета стремится к бесконечность, то получаем функцию ступенчатого ц. Ну, в общем, часто бета просто полагают равномерно на x. Нетрудно видеть, что если я параметру дифференцирую первую функцию, иногда я называю это неполярной функцией, то я получу такое выражение. df от x равняется бета на f от x на 1 минус f от x. Если продифференцирую вторую функцию, иногда называют гиполярной. Название понятно откуда? Гиполярной? Ну, здесь 0,1, а там плюс-минус 1. Ну, и, кстати, совместные модели нейронных сетей есть. 0,1, наиболее распространенная, плюс-минус 1. Это, спасибо физикам, которые нашли аналогию между некоторыми видами нейронных сетей и моделями спиновых стеклов, изенковских. Ну, а, естественно, если модель изенковского магнетика, там плюс-минус 1, то, что, говоря, плюс-минус 1, 2, гораздо более удобно, чем 0,1. Связь между ними, естественно, 3, единицы минус 2 неполярных функций дают неполярную функцию. Ну, вот в этом случае будем иметь β на единицы минус r квадрат от x. Запомните эти функции и эти формулы, потому что они нам немного попозже пригодятся, когда мы узнаем, что такое многослойный перцептрон, будем рассматривать очень популярный метод обучения, который называется методом распространения обратной ошибки или просто методом обратной ошибки. Достаточно красивые, не сказать, что математические, потому что тут никаких особых математических сложностей нет, но красивая модель, мы о ней похоже поговорим. Так, теперь можно сделать такой заголовок. проблема функции, исключающая или. Проблема функции, исключающая или. Ну, я отдаю в какой-то степени дань истории, поскольку после возникновения первых перцептронных моделей, как всегда, как не всегда, но как часто бывает, возникла определенная эйфория. Вообще говоря, видимо, человечество очень много сил, времени, ума потратило на решение проблем мозга и на попытки понять, как он устроен, что такое сознание и так далее. Философы на эту тему думали, естественники. И очень часто бывало так, что обнаружение новых каких-то физических явлений, оно тут же почему-то выплескивалось вот в решение проблем распознавания образа, деятельности мозга. Так было, когда, скажем, была открыта галография, так было, когда было в 70-е годы обнаружено сходство между некоторыми моделями скриновых стоков и процессами, происходящими в нейронных сетях Хоффилда, ну и так далее. Значит, ну и персоптроны не избежали этого увлечения, то есть после появления персоптронов, ну, некоторое время была эйфория, сказалось, что процесс обучения, процесс познавания образа в каком-то смысле раскрыт, более того, он скоро будет полностью автоматизирован, потому что алгоритм обучения работы персоптронов, розенблата, который мы с вами рассматривали в прошлый раз, достаточно простой, понятный и так далее. Ну вот, выяснилось, тем не менее, что некоторых тривиальных задач такая модель корсихрона розенблата в принципе решить не может. Вот в связи с этим и возникло. Впервые это, видимо, впервые исторически было обнаружено при попытке смоделировать функцию исключающую эйли, хотя, в общем, можно привести и другие примеры задач, которые не решаются персоптронным розенблатом. В связи с тем, что не все задачи такие персоптроны могут решить, возникла специальный термин. Персоптронная представляемость или персоптронная представимость. Персоптронная представимость это вот что такое. представим себе, что у нас есть некая гипотетическая машина, которая какую-то группу объектов разделяет на два класса. Мы не задаемся вопросом о том, как она это делает, будет известно, что она это делает, это делает хорошо. человеческий мозг с этой точки зрения такая машина. Представима ли эта машина персоптронная? Если представима, мы говорим о персоптронной представимости. То есть можно ли такую машину заменить моделью персоптронной? Можно по-другому сказать. Если такая машина имеет персоптронную представимость, то модель деленная модель значит совокупность объектов, которые данная машина делит на два класса, может быть разделена на эти классы с помощью персоптрона. Ну а если вспомнить, что такое персоптрон и как он работает, напоминаю, у нас были выходы xy, все эти выходы поступали на сумматор с определенными весами ω и y, сумматор выдавал нам функцию в зависимости от того больше или нет сумма ω и xy, я не буду писать сумму подразумевая, что если индекс повторяется, то по нему суммируется больше или нет некоторого порогового значения, что я написал по сути дела, если вот все это переписать так, то я по сути дела сделал очень простую вещь, я ввел решающие правила с линейной разделяющей функцией. То есть перстуктрон на самом деле ничего исключительного из себя не представляет, интересно скорее физические реализации, поскольку там масса патентов была выдана на систему фотоэлементов, там, лампочек, сопротивления и остаток, чего угодно. с точки зрения чисто математической это разделение образа на разделение пространства на два класса с помощью в данном случае гиперплоскости, поскольку пространство многомерное. Если два всего, скажем, у нас признака будет гораздо проще с помощью двух признаков х1 и х2, то это разделение пространства на два класса с помощью прямой линьи. По сути дела Эрсектрон работает так, он говорит, что если вот такая сумма больше нуля, то есть мы находимся выше этой линии, то у нас класс 1, а если меньше нуля, то класс 2, 1 или 2. Это очень просто на самом деле. Особой мистики нет. Но естественно, понятно, что далеко не все практически интересные задачи обязаны допускать вот такую разделимость с помощью гиперплоскости. Физической реализации не хватает обычных процессоров, что ли? Ну, то есть на фотоэлементы как вы сказали, делают? Да, когда появилось не было обычных процессоров. понятно. Это 50-50-52 год. Естественно, когда появились естественно, сейчас персекло не очень трудно. Я не говорю просто для, как говорится, для разбегов, чтобы переходить к более сложным сетям. Если говорить о физической реализации, ну, понятно, что вот такую задачу мне вообще не нужно было возиться с нейронными сетями. я сделаю простой алгоритм, да, вот, как мы в предыдущих лекциях говорили, веду линейную функцию и буду просто считать данную сумму, смотреть, положительная она или отрицательная. Более сложную нейронную сеть, ну, там уже придется повозиться. Ее можно смоделировать и на машине, так сказать, традиционной, которую используют обычные процессы, значит, и на так называемом нейрокомпьютере. В принципе, сейчас как-то ажиотаж вокруг этого стиха вот в свое время очень активно создавались нейрокомпьютеры. Они не исчезли, они продолжают создаваться. Ну, по сути дела, то, с чем мне приходилось сталкиваться, это чип, который вставляется в обычную ЭВМ, программируется с нее же и моделирует те или иные нейронные сети, чаще всего персентроны. Значит, можно замоделировать их параметры, процедуру обучения, а дальше, когда нужно решать задачу распознавания, ну, по сути дела, это дополнительный процесс, устроенный машином, который вот именно эти узкие задачи распознавания решает. Во всем остальном она работает как обычная персональная ЭВМ. У нас был, судьбой его, не знаю, центр нейрокомпьютер в 90-е годы, он вырос из недр военных ведомств, потому что задачи нейрокомпьютеров, они использовались, и судя по тому, что приходится видеть демонстрации вооружения и так далее, продолжают использоваться для лечения различного рода задач, точных боеприпасов и так далее, потому что задача, автоматически распознать, скажем, танк на поле боя, это такая весьма важная задача, поскольку на поле боя много чего находится, кроме танка, выделить его из этого достаточно сложно, ну а кроме того, танк, естественно, будет маскироваться, будет разбрасывать там всякого рода маскирующие доной, маскирующие или технические устройства, в основном-то такого типа задачи решаются с помощью инфракрасных методов обнаружения, чтобы можно было естественно и в ночное время и так далее, но инфракрасные пожарности на поле боя, пожары, дымы, костры, пиротехнические всякие лица, имитаторы, которые самолеты разбрасывают, но самолетов там попроще, они просто выводят ракету на высокотемпературный источник, ну а здесь будет наскироваться дону, судя по тому, что показывали во время Иракской войны, значит, как буря в пустыне, как там подбивали танки, вполне допускают, что на эракомпьютер используется. То есть, это вот физическая реализация на эракомпьютере. Когда соответствующих вычислительных устройств не было, и для них были там маломощные, не проходили по, так сказать, своим вычислительным возможностям, использовали с различного рода аналоговый с ним. Очень популярны были всякого рода оптические преобразователи, спектральные разложения и так далее. И все это своя большая наука, если посмотреть по патентам, которые выдавали распознавание изображений, так называемые икониками, достаточно активно развивалось. текущее состояние сказать стремляюсь, поскольку сейчас я с предприятиями, которые могут этим заниматься, не работаю, у меня последние контакты в 90-х прервались, но область конечно никуда не исчезла. Так вот, возвращаясь к этой картинке, самый простой способ сделать задачу неразрешимой. ну и так далее. То, что я нарисовал, нельзя разделить в одну единственную плоскость. Обязательно плоскостью разделить? А как перцептурно работает, как разделить в плоскостание? Хотя, в общем, машина есть, мы с вами наверняка догадаемся, что где-нибудь вот такая конструкция позволит разделить объекты на два класса. Но граница будет ломаной. Поскольку ломаная линия это набор прямых линий, достаточно легко сообразить, что разделение может быть проведено системой из нескольких перцептронов. Один будет отвечать на вопрос выше или ниже этой линии лежит, другой выше или ниже этой, третий выше или ниже этой, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Все бы хорошо, и об этом тоже достаточно быстро додумались, но возникает одна существенная проблема. Как учить один перцептрон понятный, алгоритм обучения описан. А вот как учить восемь перцептронов, которые еще должны быть построены каким образом? Система это логическая относится и сюда, и сюда, и сюда. Это означает, что выходы одного перцептрона должны поддаваться на входе другого перцептрона. Вот как реализовать систему обучения такой нейронной сети, думали достаточно долго, но придумали. Вот как раз для нее и был разработан метод, который получил название метода обратной ошибки. Но мы с вами сейчас просто посмотрим на задачу, которая называется задачи исключающие или, чтобы просто показать на какой проблеме она того же типа, что я нарисовал, споткнулся впервые перцептрону. Давайте рассмотрим такую вещь. Два входа, вход Х и вход У. Сумма так, подчеркиваю, в данном случае не выход, а вход. Веса Омега-1 на Омега-2 сумма там значит дальше просуммированный выход передается на функцию F и получаем выход. Так, чтобы было понятнее о чем идет речь давайте сделаем картинку. Я буду рисовать выходы Y и X И буду считать, что у меня поскольку исключающая логическая функция то все входы у меня будут принимать так же как и выходы будут принимать значения 0 или 1 скажем вот такая точка А0 соответствует входом 0 и 0 то есть у меня X и Y принимают значения либо 0 либо 1 а выход должен быть какой-то определенный вообще логических функций достаточно много значит ну вот исключающая или задается такой таблицей я буду рисовать следующие вещи здесь будет точка А0 В0 В1 А1 здесь у меня будет значение X здесь значение Y а здесь необходимое значение выхода значит X равен 0 и Y равен 0 требуемый выход 0 X равен 1 Y равен 0 требуемый выход 1 X равен 0 Y равен 1 требуемый выход 1 X 1 Y 1 требуемый выход тоже 0 Вот такая функция носит название исключающего И Так если я эти точки нарисую А0 Вот эта точка у меня будет Б0 Точка с координатами Единица 0 Дальше будет точка B1 Точка с координатами 0,1 И будет точка A1 Точка с координатами 1,1 Ну вот видно я снова получил то же самое управление Разделить такие точки на два класса Точки А и точки Б Видно чем они отличаются Точки А Это точки в которых оба выхода имеют одинаковое значение Оба признака имеют одинаковое значение А точки Б это класс в котором Входящий сигнал имеет различное значение Вот эти два класса невозможно разделить Никакой прямой линией Не получится так провести прямую линию на плоскости XY Чтобы точки А оказались в одном классе А точки Б оказались в другом классе Но по сути дела здесь я нарисовал более сложный вариант того же сон Не получается разделить точки на два класса Так чтобы у нас точки А оказались в одном классе А точки Б в другом классе Но возникает вопрос Как же это сделать? Давайте я поставлю задачу не очень строго Но зато наглядно Мы будем решать Графические задачки Я буду считать что у меня Входов всего два Ну это просто для того чтобы рисовать плоскость Потому что три входа это уже трехмерное пространство У него картинка будет значительно сложнее По сути дела о чем идет речь На той картинке которую я нарисовал На той которую я сейчас нарисую У нас есть некоторые ограниченные пространства Они могут быть Такими 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 Или как вариант Вот это пространство Все выпуклое 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 в том плане Что я могу провести линию И все что в этой области находится Окажется по одну сторону От этой линии Могут быть не выпуклое пространство Ну скажем что нибудь Вот такого типа Уже не выпуклое У меня удается Сюда треугольник Если я проведу линию вот так У меня слева и справа От этой линии окажутся точки Принадлежащие данному Могуту Вот это например Открытое пространство Неограниченное Это ограниченное А вот то неограниченное Ну два замечания Которые можно сделать Сразу же Замечание первое Мы видели что персептрон Не решает Задачу С такими вот углами Там ломанными И так далее Почему не решает Потому что по сути дела Если говорить о логике То персептрон Решает задачу С помощью Проведения линии На нашей плоскости И ответа на вопрос Выше или ниже данной линии Находится нужная нам точка А здесь у нас две линии То есть как минимум Нужны два персептрона Скажем Вот этот вот Ответит на вопрос Допустим я обозначу Это класс С Это класс Б Это класс А Класс А Принадлежит Объект принадлежит классу А Если он принадлежит Высшей линии И не принадлежит Классу А Если он принадлежит Ниже этой линии То есть ниже этой линии У нас лежат объекты Которые Принадлежат Дополнению До класса А А объект Б Объект принадлежит Классу Б Если он лежит Ниже линии И не принадлежит Классу Б Если он лежит Выше этой линии То есть выше этой линии Лежат объекта, принадлежащий дополнению до класса. Но стало быть объект принадлежит классу С, если он одновременно принадлежит дополнению класса Б и дополнению класса А, или просто-напросто принадлежит пересечению этих двух классов. Вот это дополнение, оно как оговаривается? То есть, в матфизике у нас было вот чертой, это когда открытое пространство, а чертой отсюда, включая точки значит здесь открыт, ну это близко на самом деле, открытое пространство это один из частных случаев того, о чем я говорил. Я под чертой имею ввиду, что скажем Б с чертой, если Х принадлежит Б с чертой, то Х не принадлежит Б, то есть все что не принадлежит Б, принадлежит Б с чертой, но стало быть классу С принадлежат то, что одновременно принадлежит и Б с чертой и А с чертой, то есть С это пересечение этих двух объектов. А если Х не принадлежит Б, то есть он может принадлежать А в этом случае? Если Х не принадлежит, то там относится, ну на самом деле вот А и Б я, пожалуй, зря здесь. Значит дальше нам на практике нужно будет ввести еще один класс, объединение класса А и класса Б, значит класс А и класс Б объединенные, это вот что-то такое, не С. Но нам важно то не это даже, это такие достаточно тривиальные логические построения, а нам надо понять, как построить нейронную сеть, которая будет решать эту задачу. То есть у нас есть два входа, вход Y, вход X, две линии, вот я их рисую и нам нужно сделать персептрон, который будет делить все объекты на классы лежащие. Вот здесь во вне, в смысле, ну да, на класс внутри этого угла и класс вне этого угла. Что предлагается сделать? Предлагается сделать такую картинку. Этот вход X, этот вход Y и два слоя нейронов. Вот первый слой. У него есть веса. Это первый нервон, это второй. Омега-1-1. Омега-1-2. Двойка, потому что второй нервон. Ну и соответственно здесь Омега-2-1 и Омега-2-2. Дальше каждый из этих нейронов дает выходы. С1 и С2. Эти выходы поступают на слой 2. В данном случае в слое 2 находится всего один нейрон. Нам необходимо, чтобы выходной нейрон слоя 2 принимал значение единица только когда объект находится здесь и 0, если он находится вне этого. В принципе здесь не обязательно иметь двоичные выходы, в смысле входы. Двоичные входы это только входы в логических задачах. Я могу решать задачку, в которой выходы X и Y являются любыми реальными числами. Совершенно очевидно, что вот то, что я нарисовал, у меня мою задачу решает. Почему? В слое 1 у меня два нейрона, что они делают? Каждый из них решает свою логическую задачу. Первый нейрон отвечает на вопрос, попадаем ли мы выше или ниже вот этой линии. Второй нейрон отвечает на вопрос, значит линию вертикальную нарисовал, ну не важно, так тоже может быть, попадаем ли мы справа или слева от этой линии. Каждый такой выход может давать значение, каждый такой нейрон первого слоя дает значение 0 или 1, ну и стало быть я получаю такие возможные наборы. Давайте я прямо напишу, вот это вот у меня нейрон 1, вот это нейрон 2. Значит какие могут быть ситуации? Нейрон 1 вызвал значение 1, нейрон 2 вызвал значение 1. Это как раз исключаю щели. Ну как раз исключаю щели получим 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. А вот уже вот этот нейрон у меня будет принимать, я вот эти веса должен настроить таким образом, чтобы у меня подавался сигнал 1 в том случае, когда у меня, нет, немножко не то есть, когда немножко не то есть, мы с вами сказали. 1 секунду. Первый нейрон у меня говорит либо здесь, либо здесь. Второй нейрон говорит либо здесь, либо здесь. Второй нейрон. Секунду. Секунду, так. Смотрите, что здесь происходит. какая здесь логика значит вообще говоря вот если здесь я выдаю двоичные выходы то я могу построить 16 различных логических функций там и или нет ну и так далее значит их всего 16 штук так вот персептрон не может реализовать всего две из них первая это исключающие или которые мы рассмотрели а вторая значит функция это исключающие нет по моему если не ошибаюсь все остальные то есть 14 логических функций он реализовать может нам здесь на самом деле нужно реализовать функцию и вот то что они исключающие вот то что находится здесь у меня реализует это одновременно и то что принадлежит дополнению вот этого класса и то что принадлежит дополнению вот этого класса но поскольку поскольку обычно и с помощью персептрона реализовать можно то стало быть задача в принципе решаем в принципе в принципе не очень понятно как обучать данные гео потому что скажем как настраивать вот эти веса мы знаем а вот как настраивать вот эти веса мы теоретически тоже знаем а как это сделать практически тут очень важно понимать что мы должны придумать алгоритм который без вмешательства человека работает я конечно могу там сначала вот эти плоскости научить распознавать потом у этих весов поподбирать у этих нейронов подбирать веса но это будет работать когда у меня на самом деле вот такая плоскость значит когда у меня задача достаточно простая а если сделать какую-нибудь многомерную конструкцию то во-первых она геометрически будет ненаглядно выглядеть но во вторых я же не могу вмешиваться на каждом этапе процесс обучения если у меня процесс обучения если у меня допустим выборка состоит из большого количества элементов и так далее то что я здесь говорю это просто для того чтобы понять логику не логику а понять суть проблемы поэтому нам нужно придумывать алгоритм который ну действовал бы логично я задал какие-то веса как вообще все алгоритмы обучения работают я задаю какие-то исходные веса случайно смотрю на то что получится и определяю устраивает меня или нет результат если устраивает я поощряю все веса скажем оставляю без изменения если не устраивает я каким-то образом не даю при этом алгоритм он такой вполне понятный по принципу вам помните там добавляю вход с неким высовым коэффициентом который называется темп обучения или вычитаю вход с этим же высовым коэффициентом а вот как это сделать в более сложном случае ну вот здесь я получил ненужный выход что мне дальше так логика подсказывает что мне нужно менять веса и здесь и возможно здесь потому что на самом деле неправильный выход я могу получить из-за того что собрали нейроны первого слоя или нейроны второго слоя ну хотелось бы это сделать каким образом настроить нейрон вот этот потом посмотреть какие выходы были у этих нейронов и какие выходы должны были бы быть на самом деле у них и потом перейти к подстройке этих весов то есть я каким-то образом идя от ошибки вот этого нейрона выходного должен анализировать ошибки допущенные нейронами в предыдущих слоях ну и двигаться в конце концов до самого входа вот поэтому и метод который используется получил название метода распространения обратной ошибки мы рассмотрели по сути дела вот такую задачу угол ну не трудно понять что это нужно треугольник нам нужно добавить еще один нейрон в промежуточный слой который будет говорить выше или ниже вот этой линии находится нервы ну а вот если у нас такая вот штуковина то есть дополнительные ограничительные линии это дополнительные слои вот в этом нейроне ну я не говорю что если я перехожу от плоскости в пространство то количество входов должно быть там три, четыре, пять, шесть и так далее дополнительная линия которая ограничивает треугольник дополнительный нейрон промежуточного слоя ну а вот скажем вот такая конструкция нас интересует вот видите невыпуклая область на самом деле здесь тоже все достаточно просто если я обозначу вот эту область А а вот эту область обозначу Б то у меня достаточно простая логическая операция для того чтобы описать все точки этой области то есть это точки которые относятся к А и не относятся к Б то есть А и и Б ну или относятся к дополнению Б как сделать треугольники мы с вами знаем треугольники у нас распознаются с помощью такой конструкции ну а как сделать А и не Б не выпуклую область ну вот в качестве небольшого домашнего задания покажите что на самом деле для того чтобы распознавать невыпуклой области нужно добавлять дополнительные слои при структуре для того чтобы увеличивать количество линий нужно добавлять нейронный промежуточный слой а для того чтобы делать распознавать невыпуклые области нужно добавлять для каждой невыпуклой области дополнительные слои второй да второй да то есть здесь вот у меня был слой один я добавляю слой два где тоже два нейрона ну два нейрона отвечают тоже за треугольник соответственный и на выходе делаю третий слой слой 3 это у меня отвечает слой отвечает за деление А не А этот отвечает за деление Б не Б ну а вот этот слой реализует логическую конструкцию А и не Б так ну вот давайте наверное на этом остановимся потому что дальше нужно рассказывать обратную ошибку лучше бы рассказывать когда побольше будет будет народу она такая достаточно сложная сложного там ничего нет но достаточно внутренне давайте чуть попозже не в 4 а хотя бы в 4-10 у него хорошо ладно я передам даже просто просто технические проблемы получаются и